20 марта 2014 года в связи с событиями в Крыму Соединенные Штаты ввели санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций, в том числе и против Банка Россия. 21 марта крупнейшие платежные системы мира Visa и MasterCard заблокировали операции для клиентов банка, а у его вкладчиков возникли трудности с платежами. Российские власти не остались в стороне, и Центробанк выразил готовность выделить Банку Россия 1 миллиард рублей для возможной поддержки. Владимир Путин пообещал открыть в этом банке вклад и вообще перевести туда свой зарплатный счет. Путин. Что касается финансового учреждения, насколько я понимаю, это такой средний банк. У меня лично там счета не было, но я обязательно там в понедельник счет открою. Кроме того, многие российские граждане решили поддержать Банк Россия и тоже открыть там свои счета, вследствие чего в отделениях банка возникли неожиданные очереди и даже пришлось продлить рабочий день. А сам банк в ответ на американские санкции решил принять меры, которые сводят эти санкции на нет и, напротив, усиливают позиции банка. Из заявления руководства Банка Россия в целях защиты клиентов банка от недобросовестных действий иностранных финансовых институтов, Акционерный Банк Россия принял решение о работе исключительно на внутрироссийском рынке и только с одной валютой – национальной валютой Российской Федерации – рубль. Кроме того, Банк Россия закрывает корреспондентские счета в американских банках и других финансовых организациях. Из заявления руководства Банка Россия. В этой связи ряду американских банков направлены уведомления о закрытии корреспондентских счетов. В ближайшее время аналогичные уведомления будут направлены и в другие иностранные финансовые организации. Принимаемые меры никак не скажутся на надежности банка. Из заявления руководства Банка Россия данные изменения в работе банка не отразятся на выполнении обязательств банка перед его клиентами и партнерами. Все обязательства банк исполнит в срок и в полном объеме. Текущая деятельность банка не нуждается в финансовой поддержке, в том числе и со стороны государственного регулятора. Что это означает для его вкладчиков? Это означает, что они попадают в самую привилегированную категорию российских банковских клиентов, поскольку оказываются полностью защищенными от разного рода внешнеэкономических факторов. Вкладчики России, которым теперь не страшны ни санкции США, ни давление мирового финансового сообщества, ни аресты и изъятие активов, получают максимальные гарантии сохранности своих сбережений. А сам банк становится первым действительно национальным банком, целиком ориентированным на развитие внутреннего рынка России. Решение руководства Банка Россия уже нашло поддержку в профессиональном сообществе. Андрей Костин, президент ВТБ. Те изменения, которые происходят в Банке Россия, это шаг вперед к тому, чтобы наша экономика, наш банковский сектор стал поистине сектором национальной валюты. Россия должна продавать отечественную продукцию, от вооружения до газа и нефти, за рубли. И покупать товары тоже за рубли. Теперь любой человек, кто открывает счет в Банке Россия, может быть абсолютно уверен, что все его деньги остаются на территории нашей страны, и все его деньги работают на российскую экономику. Санкции, которые были наложены на нашу страну и на наши банки, стали для нас серьезным вызовом. И этот вызов сделает сильнее и нас, и нашу банковскую систему. А это значит, что уже скоро, к примеру Банка Россия, последуют многие другие российские банки. И российская финансовая система станет еще более защищенной и устойчивой.